Здравствуйте! Здравствуйте! Всем привет! Всем привет из Канады, из очень хмурой, дождливой Канады в феврале. Вот так вот тоже бывает, но сегодня у нас дождь, а ночью у нас станет очень холодно и начнёт падать снег, и завалит нас снегом опять. Вот такая у нас погода в феврале. Но сегодня не о погоде, а сегодня опять о моих покупках. Это уже последнее, честное слово. Дело в том, что распродажа действительно уже окончательно закончилась, и всё, что я купила, это уже, так сказать, конечные, конечные, окончательные покупки, самые дешёвые распродажи, самые такие большие скидки, по 70-80%. И, ну, как где, что? Смотря, я вам сейчас всё покажу. Основные вещи у нас это будут Massimo Duty, COS, и некоторые вещи, знаете, у нас есть стоковые магазины, они называются у нас Winners, в Америке это TG Maxx, вы, наверное, все про них слышали, Marshalls. У нас просто они по-другому называются, но я купила эти вещи у нас, значит, на распродаже. Это Calvin Klein и одна из вещей, по-моему, Romani Exchange. Всё, давайте смотреть. Первое платье, вы все видели его в моих примерках, когда я ходила на примерки в магазин COS, оно тогда немножко стоило дороже, я его тогда не купила, и подождала чуть-чуть, и сейчас оно стало 70%, тогда оно, по-моему, было 50%, уже, по-моему, даже их нету, я не уверена. Может быть, в COS даже закончились распродажи, если честно, я эти все вещи покупала, ну, в течение вот пару недель последних, может быть, уже там ничего и нету, если честно, девочки, не знаю. Значит, стоило оно 190 долларов, сейчас оно на скидке было 70%, то есть это где-то 57 долларов получается. У него очень хороший состав, это 80% района и 20% шелк, очень-очень красивый бархат, я, конечно, вам его примерю, безусловно, и покажу на себе. Совершенно шикардозное платье, вы его видели на моих примерках, в моих влогах, я его примеряла, долго к нему присматривалась, мне оно очень нравилось, купила. Очень нарядное, очень красивый бархат, очень интересный фасон, вот здесь вот, видите, вот это вот. Примеряю его с оранжевыми босоножками, потому что это то, что у меня здесь я принесла к другим вещам примерять, поэтому, ну, конечно, я же не делаю сейчас аутфиты, я просто вам показываю, что я купила и примеряю примерки. Размер 8, я купила его, это размер 8, и очень оно нарядное, пан-бархат, красивое платье, теперь надо только искать повод, куда его надеть и куда в него пойти. Это непросто, знаете ли, в наше время, хотя вроде бы все двигается к лучшему, но я даже боюсь говорить, потому что уже столько раз нам казалось, что все идет по плану, а потом план как бы рушился. Ну вот, красивое платье, девочки с карманами, очень нравится, очень красиво. Следующее платье из коса же, я его когда-то примеряла давно в одном из моих блогов, тоже шопинг-блогов, и потом они из магазина пропали, потом я ходила, когда была распродажа, 50% их уже не было, но вот когда я пришла последний раз, и все было по 70%, они снова появились, мне очень нравится это платье, мне нравится его расцветка, мне нравится его фасон, у него там какая-то была оторвана еще пуговица внутри, оно такое с запахом, и я попросила, мне сделали еще немножко скидочку, чуть-чуть больше. В общем, такое, знаете, на работу, на каждый день прекрасное платье, я считаю, значит, стоило оно 150 долларов в оригинале, и 70% на него была скидка, то есть это получается 45 где-то, и мне еще сделали небольшую скидку за то, что там какая-то, какая-то семочка оторвана, которая вообще не нужна, вообще на самом деле, но я так подкатилась к ним и говорю, не кондиция, девочки, давайте, и они мне долларов за 40, по-моему, долларов 5 еще скинули, в общем, получилось оно мне долларов 40, вот такое платье, значит, состав его 100% FlySell, красивая расцветка, нравится мне. Это платье вы тоже, наверное, помните, внимательные мои зрители, которые меня смотрят давно и внимательно, я примеряла его тоже в одном из своих влогов, это размер 6 я купила, вот видите, они не всегда размеры совпадают, ну, в общем, короче, вот то 8, это 6, еще одно платье, уже не помню, какого размера, тоже 8, ну, в общем, короче, где-то 6-8 я ношу в кос, очень удобное платье, очень классное, такое, знаете, нейтральное, хорошо ходить на работу в нем, совершенно никаких таких больших вырезов, разрезов, нигде не сильно облегает, очень хорошо, в нем можно целый день спокойно сидеть, находиться, и, в общем, интересный фасон, такие вот здесь пуговички, красивые, маленькие, если вы видите, я не уверена, что вы видите, вот здесь вот пришиты, в общем, можно у него надеть пояс, можно не надевать, красивое платье, хорошее, удобное, интересный рукав, так сделан, знаете, немножко заужен к низу, такой манжет, манжета нету, но он просто к низу заужен, а сверху, вот здесь вот он широкий, это красиво, ну, такой вот воротничок, в общем, ну, хорошее платье, классное такое, интересное, но ничего такого в нем особенного нету, удобно, удобно, следующее платье, тоже из коса, черного цвета, я примеряла, такое голубое, это, кстати, была самая дорогая моя покупка, я примеряла, такое голубое платье, мне оно очень нравилось, я давно на него смотрела, у них были такого типа платья, юбки, вот такого же, видите, давайте это уберу пока, вот такими вот волнами, валанами, слоями, сшита на талии резинка у него, я не знаю, как вам это, вот так вот, вот так видно, наверное, очень интересное, очень необычное платье, оно было очень дорогое, оно стоило 250 долларов, на него было 70% скидка, и я купила его за 75, что, в общем-то, ну, ну, дорого, ну, не дорого, но, как бы, много для сейла, конечно, но оно состоит из, по-моему, 45% лен, в общем, точно не помню, но там где-то половина лен, половина пискоза, или лайсал, я сейчас посмотрю точно, проверю, потому что я проверяла уже, и забыла тут же, 57 лен, 43% район, то есть, хороший состав, знаете, для лета, с одной стороны, она леной, с другой стороны, она довольно толстая, благодаря вот этим вот своим слоям, слоям, но в Канаде, знаете, лето не Африка, и мы, как бы, летом можем носить такие не очень, слишком уж такие прям легкие вещи, хотя у нас бывает очень жарко, тоже, конечно, вам померю, да, я хотела голубое, голубого не осталось, остались только черные, причем черных я не видела раньше, я всегда видела у них голубые, но вот появились откуда-то черные, я не удержалась, потому что мне очень-очень нравится вот этот вот дизайн, и очень он интересный, вот такое вот интересное платье, я не знаю, видно ли вам, какое оно интересное, все, тут вот резинка на талии, это очень удобно, тоже карманы, это размер восьмой, тоже восьмой размер, и вот так вот оно выглядит, оно чуть-чуть ниже колена, красивое платье, мне очень нравится оно тем, что оно очень необычного фасона, потому что, знаете, такое платье, восьмой платьице, у меня в общем как бы, ну, большой выбор, а вот таких вот необычных, красивых, интересных, вот эти вот каскады, здесь много ткани пришито, очень интересно, мне оно прям зашло, правда голубое мне зашло больше, но за голубого не было, все расстрадали, остались только черные, и я подумала, что ну, в черном тоже есть какой-то такой, даже может быть типа лучше, потому что получается, что фасон очень навороченный, и вот черный цвет, может немножко его приглушает, а голубой он прям такой был, хотя цвет был красивый голубой, жалко, но мне черный нравится. Так, девочки, две вещи из Массима Дуди, практически распаковка на камеру, то есть я, конечно, эту коробку уже открыла, распаковала, и мне сегодня ее принесли, только поэтому я, вещи такие не очень глаженные, но я их уже примеряла, и положила назад в коробку, и у меня есть несколько сомнений, мне нужны ваши советы. Много всегда очень красивых бумажечек у них, в общем, как бы все это очень красиво сделано. Так, давайте коробку поставим на пол, и будем рассматривать, что ли. Первая вещь, это юбка. Вот такая вот юбка, хлопковая, вот такая вот, интересной расцветки, стоила она практически вообще даром, можно сказать, стоила она 39 долларов сейчас, хотя, в принципе, она была 129, здесь написано 49, но на самом деле она уже сейчас дешевле, они не всегда приклеивают правильные этикетки. У меня по поводу этой юбки сомнения, да, стопроцентный хлопок, у меня было до нее сомнение, потому что она очень длинная. Хотя на лето, конечно, вот, знаете, с такими плоскими босоножками на плоском ходу, она будет классной, единственное, что босоножки на плоском ходу, я в ней как бы, она у меня вот, тоже в примере покажу, она мне, если на плоском ходу, то она мне до самого пола. Ее, конечно, можно подкоротить, но вся красота у нее внизу, вот эта вот синяя полоска, если ее отрезать, то это будет как бы жалко. Но она мне нравится, она красивая, ее даже, знаете, можно носить вот как платье вот такое, если вот так вот поднять резинку и надеть до подмышек, я, может быть, вам продемонстрирую это все, то это, в принципе, получается как такое летнее платье, если надеть вот с такой вот, допустим, рубашкой вниз или какой-то жакетик сверху, такой легкий льняной, то или белый какой-то, знаете, летний такой или какой-нибудь кардиганчик, то, в принципе, вполне можно носить как платье. Но, в общем, хочу вашего совета, покажу вам по мере, посмотрим, что вы мне скажете. Показываю вот вам юбку, девочки, она вот такая вот длинная, я еще одела ее на небольшой каблучок, и вот она фактически, если я сниму каблуки, вот она мне прямо вот до пола, я прямо матрена, матрена-хаврена в ней какая-то, и я не знаю, зачем это мне нужно, нужна ли мне такая юбка, потому что она действительно очень длинная, я как-то не рассчитывала на такую длину, а с каблуком ее носить как-то не очень правильно, по-моему, потому что она рассчитана на какие-то вещи, такие, знаете, сандалии, маечку какую-то вот, то есть вот не знаю, что делать, хотя она красивая, и хлопок 100%, это размер ларчи я купила, так что вот смотрите, скажите мне, что мне делать. Ее еще можно носить вот как платье, понимаете, вот так вот, если вы ее поднимете, лайфхак, дарю бесплатно, вот, тогда у нее получается нормальная длина, но, не знаю, зачем она мне нужна, хотя так она хорошо, так крепенько сидит, и в общем довольно такой, ну тоже такая, немножко такая матрешка получается, правда, но это такой фасон, вот такая вот, не знаю, что вы скажете, но я не буду, можно на самом деле вниз, вот не такую рубашку, а белую футболку можно надеть, или сверху накинуть какой-нибудь, коротенький такой кардиганчик, или летний такой хлопковый, или не хлопковый, но какой-то летний белый, например, жакетик, или синий, и будет хорошо, ну в общем, вот сомнения у меня, не знаю еще кто-то, юбки, что мне с ней делать, пишите, советуйте. Следующая вещь из Массима Дульти, это я купила вот такое вот платье, оно тоже такое длинное, полоску, и внизу идет вот такая вот полоса, однотонная, без полоски, небольшие разрезы внизу, цвет бежевый такой с черным, интересный воротничок, вырез неплохой, значит, оно не очень толстое, такое трикотажное платье, но оно, в общем-то, довольно тонкое, у него 50% вискозы, а все остальное, всякая синтетика, стоила на 69 долларов, 70 долларов, ну, по Массима Дультиевским меркам это недорого, ну, вот, тоже оно такое объемное, в общем, довольно большое, тоже не знаю, что с ним делать, оставить сдавать, в общем, короче, посмотрим. Платье из Массима Дульти, длинное, его надо, конечно, сапогами мерить, потому что оно, конечно же, не летнее, но длина, в принципе, хорошая, девочки, такая правильная, хорошая, удобная длина, она вообще очень удобная, мне она тем нравится, что она очень удобная, такой цвет, такая ширина, такой объем, вот, знаете, иногда бывает такое, вот, что надо что-то надеть быстро, чтобы было удобно, не броско, не ярко, это, я это называю Monday, Monday outfit для понедельника, потому что в понедельник, когда я ходила на работу, кстати, говорят, что нас скоро, вроде бы, будут возвращать в офис, пока еще нет, но, как бы, разговорчики, когда я ходила на работу, я в понедельник, всегда у меня такое было настроение, что мне хотелось надеть что-то такое, чтобы, знаете, не заморачиваться, без всяких там цепочек и брошечки, что-то такое не яркое, не броское, такое совсем не, ну такое, надел и пошел, и забыл про это, но вот такое вот платье, вот это вот платье Monday outfit, я считаю, что оно прям супер, вот такие удобные вещи, очень должны быть в кардиробе, наряду со всякими там бархатами, гипюрами, единственное что, да, значит, у него очень длинные рукава, которых я как петрушка, но, во-первых, их можно завернуть, что не очень красиво, ну, в общем, короче, или просто вот поднять, с моими резиночками, которые я вот применяю, это как бы, в принципе, ну, решаемая проблема, его еще можно надеть с поясом, тогда оно будет немножко более, пояс обычно совершенно я подобрала, сам что именно есть, просто железная, серебряная пряжка, потому что здесь, видите, полосочки черные, и вот черный пояс, тогда оно приобретает формочку, немножко форму, и становится более элегантным, изящным и таким, ну, вы знаете, как я люблю все с поясами, ну, в принципе, пояс совершенно не нужен, не обязательно, можно его без пояса носить, ну, вот такое вот платье, я, в общем, как бы не то, чтобы не знаю, что оставить его или нет, но, скорее всего, что я его оставлю, опять же, по причине того, что это удобное, комфортное платье, которое можно надеть в любое время, оно как раз такое, не очень жаркое, не очень тепло, не очень холодное, как раз на межсезонье, какие-то вот очень, очень хорошо удобно, по-моему, так, дальше у меня пошли вещи из нашего стока, это наш Marshall, CG Max, два свитера Calvin Klein, насчет этого свитера я не сомневаюсь, девочки, если честно, потому что мне он очень нравится, он классный такой, с горлом, вязка косами, он довольно длинный, довольно объемный, размер его large, я купила, и видите, он горло такое небольшое, не очень сильно прилегающее, и он не кипельно белый, вот эта рубашка, видите, белая, а он такой немножко молочный, такой же желтоватый, молочный скорее, да, стоил он 16 долларов всего лишь, при том, что в магазине, в магазине в этом, в Marshalls он стоил 40, оригинально, а в самом Calvin Klein он стоил, не знаю, цены нет у Calvin Klein, но подозреваю, что за 100, больше 100, наверное, скорее всего, это один свитер Calvin Klein, второй свитер Calvin Klein, вызывает у меня некоторые вопросы, вот эти вот две здоровые буквы, сикейна на пузе, в общем, как бы, но он тоже такой длинный, объемный, тоже размер Larch, наверное, да, значит, такой, а, кстати, состав я сейчас посмотрю предыдущего, секундочку, я забыла проверить, а, предыдущий свитер был 60% катон, все остальное синтетика, а этот вообще полностью синтетический, вот так вот он выглядит, белый с черным, такой, знаете, немножко пушистый, стоил он тоже 16 мне долларов, и тоже стоил 40 в магазине, не оригинально, а в Calvin Klein, не знаю, есть вот этикетка Calvin Klein, но нету, но нет на ней цены, ну, я знаю, что в Calvin Klein такие вещи, свитера где-то, ну, больше сотни, в Calvin Klein вообще все стоит больше сотни, хотя, это, знаете, Calvin Klein джинс, может быть, это и более дешевая линейка у них, ну, тем не менее, 16 долларов, я считаю, что это очень хорошая цена, так, свитер Calvin Klein, примерила его просто с черными джинсами обычными, это Calvin Klein джинс, это не Calvin Klein, а Calvin Klein, это Calvin Klein джинс, это более дешевая линейка, и такая спортивная, как бы, но это 16 долларов, он у меня этикетка, он 50% хлопок, по-моему, неплохо, и длина у него такая хорошая, ширина хорошая, знаете, не слишком оверсайз, не слишком узкий, не маленький, прикрывает тут все, вот что надо, сзади, спереди, в принципе, хорошо, мне нравится, такой, знаете, нейтральный, ну, такой лыжный свитер, в косичках, хороший голый, это тоже размер large, тоже, видите, он такой большой, хорош такой, но синтетика стопроцентная, и вот эти вот буквы на пузе, не знаю, я не знаю, как-то так, ну, да, сейчас модны бренды на показ, ну, Керен, глянь, нечем хвастаться, слушайте, было бы это там, я не знаю, Луи Витон, можно было бы еще так, ну, да, ну, а это, как бы, они такие большие, не знаю, я маленького роста, в принципе, небольшого, поэтому вот такие вот большие буквы, хотя это можно просто, ну, как черно-белый свитер, не знаю, девочки, жду тоже ваших комментариев, ваших советов, что-то я сомневаюсь насчет нее, хотя 16 баксов, пусть будут как бы, почему нет, следующее, что я купила, тоже в этом же стоке, это Marshalls комбинезон, Armani Exchange, девочки, Armani Exchange, 100% синтетика, конечно, тут ничего такого, значит, стоил он 70 долларов у них, в Marshalls, и я его купила за 30, размер 6, Armani Exchange, это не Armani, это на самом деле не, это Armani Exchange, это Armani для бедных, что называется, но при этом он стоил 210 долларов канадских в магазине Armani Exchange, комбинезон, вот такой вот, тоже сомневаюсь по его поводу, потому что мне кажется, он немножко как-то устаревший, вышедший из моды уже, да, значит, в нем был потерян пояс, вот здесь вот должен был быть пояс, за это они его еще больше уценили, но у нас как бы это нормальное дело, тоже померю вам, вот здесь вот видите, блямочка есть, Armani Exchange, все дела, ну такой приятный, не знаю, на лето, но опять же синтетика, посмотрю, я вам померю, вы мне напишите, что вы думаете, как-то немножко я схватила, потому что Armani, ну, ну мы же все рабы, рабы лапы, что называется, потому что эти названия, эти имена, нас очень завораживают, но, хотя я знаю, что Armani Exchange, это дешевая линейка бренда Armani, но тем не менее, вот, и в общем, хотя так он, конечно, сидит неплохо, Armani Exchange, 30 долларов, пояс утерян, вот тут есть вот эти вот штуки для пояса, вот у меня есть свой, сейчас я его надену, синенький, по-моему подойдет, сейчас, сейчас, если он вам не застегнется, слушайте, я давно его не носила, этот поясочек, ну, можно и без пояса, собственно говоря, здесь, знаете, такое, сейчас, что-то я его вот как раз примеряю с вами, и понимаю, что, наверное, он мне все-таки не нужен, хотя, не знаю, вот такой вот, девочки, это размер, забыла, ну, не важно, вот так вот он выглядит, комбинезон, по удобству он, не самый неудобный, но и не самый удобный, какой-то он, какая-то я в нем толстая, какой-то он немножко вышедший из моды, по-моему, правда, наверное, очень-очень старых, старых времен Армани, даже, мне кажется, он мне маловато немножко, вот как-то тут, да, ну, в общем, напишите, что вы думаете, но, если честно, я сама уже как бы вижу, что мне, наверное, его надо отнести в магазин, тем более 30 долларов, вот это не бесплатно, то есть, как бы, ну, это много денег, недорого, но это совсем не то, что прямо уже, прямо, бесплатно подарили, да, и бесплатно подарили бы, я бы, наверное, не взяла, сейчас я так смотрю на тебя, критическим взглядом, и думаю, что он мне вообще не нужен, никаким боком, так, а, я забыла еще одну вещь, я забыла еще одну вещь, я купила в КОС, вот это вот их украшение, КОСовское, у них они были в синим цвете, в оранжевом, вот в таком, вот, я немножко спорно отношусь к КОСовским украшениям, у них такой интересный дизайн, необычный, но на него была хорошая скидка, и мне он нравится, если честно, вот у меня нет такого типа, и мне нравится, потому что это что-то такое, чего у меня нету, сейчас я его примерю, надела я его с белой рубашкой, но если честно, то это не очень видно, и вообще с рубашкой это не очень хорошо, нужно что-то, я, наверное, с чем-то другим померю, когда буду примерять, да, вот такое вот украшение, стоило оно, стоило оно, тоже на него была скидка большая, и оно получалось долларов 20, наверное, оно стоило 70-70 процентов на него, то есть это получается, ну, где-то 20 с чем-то, 21 доллар, но я подумала, пускай будет, цена хорошая, оно необычное, такое классное, интересное, вот решила я примерить это украшение с черным платьем, потому что я так подумала, что на нем будет больше всего оно видно, но тоже как-то не очень, если честно, в общем, надо что-то придумать к нему, оно такое необычное, очень специфическое, довольно длинное, я бы его, может, немножко так, знаете, завязала, потому что здесь, в принципе, вот веревочка, я бы его так завязала, узелком сзади, да, чтобы оно было покороче, видите, оно здесь вот прозрачный, этот оранжевый цвет, поэтому на черном он теряется, но в принципе нужно как-то, ну в общем можно подобрать какой-то, какой-то что-то к нему, вот будет у меня занятие, тоже мне нечего делать, да, вот я займусь, все, дорогие мои девочки, а еще вот что я вам хотела показать, у меня новые сережки золотые, девчонки подарили мне на день рождения, у меня был день рождения недавно, смотрите, какие красивые, хотела вам похвастаться, цепка это моя старая, копеечная на самом деле, а сережки действительно золотые, и они так блестят, переливаются, видите, вот вроде бы какой, как бы ничего тут нет, но у них такое, знаете, такая нарезка сверху, что они как бы, видите, выглядят как будто там все-все в бриллиандах усыпано, может на камере не видно, не уверена, но в общем, ношу сейчас с удовольствием, спасибо, мои девочки, подружки мои подарили, и нравятся они мне очень, все, теперь уже все, буду с вами прощаться, люблю, целую, подписывайтесь, ставьте лайки, мне очень приятны ваши комментарии, мне очень приятны ваши просмотры, я вам очень благодарна за них, спасибо вам большое, и давайте будем продолжать в том же духе, люблю, целую, с вами была ваша дитя из Канады, пока, пока, бай,